Зачастую под намерение попадает элементарное любопытство и эгоцентричность, и желание, и ничего больше. А что это значит? Вот человек что-то хочет куда-то съездить, к шаману, использовать какие-то психоделики, курс личностного роста, еще что-то на Алтае, там найти специальное дерево и повесить ленточки. Для чего он это хочет? Конечно. Человек не идет к себе, он идет в иллюзию о себе. Он пытается играть в игры избранности, потому что он не ведает изначальной своей природы. И даже не знает, что не ведает, и где-то по большому счету и не хочет этого знать. Он хочет избранности, он хочет возвышаться над другими. Вот этого он хочет в состоянии над. Это его наркотик. Намерение – это совершенно другое. Это то, что действительно чему ты не можешь сопротивляться. Это то, что сильнее тебя. Это то, что ведет тебя к своей настоящести, к обнаружению истинной природы. Это то, что раскрывает тебе какие-то ключи, какие-то алгоритмы. И ты начинаешь чувствовать правду. Правду о себе, правду с собой. Человек, который курсирует с курса на курс, семинар на семинар, сатсанга на сатсанг или что-то в этом роде, он даже не задается вопросом, зачем он это делает. Ему просто нравится. Кто-то просто выпивает, курит или еще что-то там принимает. А кто-то ездит под сатсангом. В чем разница? Да ни в чем. Возможно, химический состав каких-то веществ разный. Но по сути своей алгоритм один и тот же. Попытка убежать от себя. Попытка спрятаться в той или иной идее. Если человек где-то завис, там нет намерения. Там была игра в нему. За этим стояло либо любопытство, либо желание. Но не намерение. Намерение – это когда, несмотря ни на что, ты идешь. Потому что ты ощущаешь этот зов. Ты ощущаешь, что это важно, это дорого, это незыблемо. Это единственное, что существует для тебя внутри собой. А человек ищет избранности. Он ищет вот этого красивого налета. Налета власти, силы, превосходства. Чтобы другим показать первую очередь. Разве не так? Человек, например, сидит и мечтает поехать отдохнуть где-то летом. На какие-нибудь там острова или еще куда-то. И он говорит, я хочу вот этого, я желаю вот этого. Можно прочувствовать, как человек чего-то желает. Далее другая ситуация. Когда человек спасает своего близкого, ребенка, неважно кого, родственника, знакомого, друга. И это надо делать срочно. Неважно, погода, непогода. Есть машина, нет машины. Человек идет сквозь любые преграды и препятствия, дабы спасти, дабы оказать эту помощь. Вот это намерение. Возможно, ему самому плохо, возможно, к примеру, он травмирован так же, но он спасает. То есть если посмотреть, что движет этим человеком, то и сопоставить с предыдущим примером, это не сопоставимо на самом деле. Именно почувствовать это, эту разницу. Когда человек кого-то спасает, да, он способен это сделать. Но когда касается спасения самого себя, спасения, то есть вытаскивания себя из иллюзии, что человек ведь утонул в этой образности о себе, в персонажности, он не знает себя настоящего. Он забыл давным-давно, что это и кто это такое. И только намерение, способное привести его к себе, только сам человек может спасти самого себя. И в этом ему помогает зов, его внутренняя сила тяги. Субтитры создавал DimaTorzok